Мне кажется, что у нас есть такая ловушка всегда думать о бездомных людях, которые какие-то, может быть, инопланетяне, специальные люди, особенные люди. Но на самом деле это не совсем так. То есть это обычные люди такие же, как и мы. Они могут быть хорошими, плохими, хитрыми, наглыми, добрыми, умными или глупыми. Но то, что, к сожалению, скажем так, их объединяет между собой, отсутствие дома или возможности проживать где-то в помещении или отсутствие регистрации. Все-все-все люди, оказавшиеся в такой странной ситуации, мы их называем бездомными. Но обычно человеку предстоит, представляет себе бездомного человека, который, может быть, находится на улице, который не всегда в чистой опрятной одежде, а, как правило, наоборот. Может быть, от которого есть какой-то запах или который, может быть, находится в состоянии алкогольного опьянения. И поэтому у большинства людей складывается стереотип, что бездомный человек – это вот это. Но это совсем не так. Люди, которых мы видим на улице, это лишь небольшая часть людей, оказавшихся в такой трудной ситуации. И, как правило, это как раз самые слабые и хрупкие люди, которые не смогли адаптироваться к этой ситуации. Потому что есть множество людей, которых мы просто не видим. То есть у них, может быть, не быть регистрации, и они, как сказать, ведут нормальную жизнь, работают, ездят в транспорте вместе с нами, занимаются какими-то делами и так далее. Или человек может не иметь собственного жилья, снимать какие-то углы, но при этом стараться, скажем так, быть на плаву. Но это получается не у всех. Поэтому часть людей, которых как раз мы видим на улице – это люди, у которых не получилось. Но именно они создают наше впечатление о бездомных людях. Поэтому, когда мы думаем о бездомных, то первый, главный, что называется отличительный признак – это просто-напросто отсутствие дома. То есть это может быть буквально как крыша над головой, так и отсутствие собственного жилья или возможности жить в собственном жилье. Потому что это часто, например, бывает в случае семейных ссор, каких-то конфликтов и так далее. Поэтому люди совершенно разные. Это могут быть ребята, бывшие детдомовцы, которые, например, ждут очереди, ждут своего жилья и могут находиться год-два или больше без крыш над головой. Например, это могут быть люди, вышедшие из заключения, которых во время их пребывания, в местах лишения свободы родственники, например, выписали. И они оказались без жилья. И это могут быть люди, которые, скажем так, это практически треть людей, которые оказываются на улице, оказываются по семейным причинам. Тут, как правило, например, муж оставляет квартиру жене и детям и уходит. Или вынужден уйти. Или его выгоняют. Но, как правило, скажем так, именно мужчина уходит, уходит в никуда. Пока еще есть некоторое количество людей, которые тоже имеют такую странную, скажем так, ситуацию. Это люди бывшего Советского Союза, про которых невозможно доказать, где они находились на момент 6 февраля 1992 года. Ни одно из государств не признает их сами гражданами. Поэтому это люди, которые как бы застряли между прошлым и настоящим и будущим. Как правило, это люди же пожилые. И это действительно очень сложная ситуация, потому что доказать, что человек в тот момент был и где он был, и почему на этом основании он теперь должен продолжать, например, жить здесь, в России или в другой, в какой-то союзной бывшей республике. Это все очень сложно и запутано. Вот.